Вначале я немножко скажу о знании пользования платежными инструментами, затем об отношении к ним, удовлетворенной, собственно, всей российской платежной инфраструктурой, и завершу обозначением, собственно, тем, что мешает людям расплачиваться, как мы хотели бы использовать исключительно безналичные денежные платежи и переводы и уходить от наличных. Пару слов о методологии исследования. В этот раз мы взяли не стандартную российскую выборку, а выборку вдвое больше, чтобы уменьшить погрешность, она составляет всего 1,7. Выборка репрезентативно представляет население России по полу, возрасту, уровню образования населенному пункту. На наш взгляд, существует 4 главных группы факторов, которые оказывают влияние на развитие спроса на различные платежные сервисы и сервисы денежных переводов. Первый – это в целом спрос на технологии, технологическая грамотность населения, это использование интернета, мобильной связи, мобильного интернета. Второй – это финансовая активность и спрос на платежные инструменты, знание отношения к ним. И последний – это активность кредитно-финансовых организаций и платежных систем. Если о последней группе факторов сегодня, наверное, уже очень многие говорили, еще скажут сегодня после меня и завтра, то мне хотелось бы поговорить о первых трех, то есть о людях. Как мы видим, количество пользователей банковских услуг за последние 10 лет выросло больше, чем в два раза. То есть если в 2004 году охваченным банковским услугам было только 32%, сейчас это уже 77%. Если мы прибавим сюда тех, кто не пользуется банковскими услугами, а пользуется еще дистанционными какими-то сервисами вроде электронных кошельков, то есть молодежь, которая еще не успела активно вовлечься в финансовую сферу, то здесь, скорее всего, цифра будет достигать 80%. К сожалению, количество не означает качество. Какие, собственно, наши пользователи, они достаточно пассивны. На наш взгляд это обусловлено, причина в этом лежит в том, что модель развития платежной и финансовой инфраструктуры России, она изначально построена на таком пассивном инструменте, как зарплатная карта. Если достаточно традиционно уже сложилось, что платежная инфраструктура США и финансовый рынок прирастает США и Канада кредитными картами, Европа прирастает с бетовыми, Азия, как всегда, выбрала такой своеобразный путь, это электронные платежные системы и мобильные сервисы, то в России абсолютным лидером являются зарплатные карты и, в принципе, другие пассивные инструменты. Как мы видим, в верхней строчке рейтинга среди самых используемых платежных инструментов у нас занимают зарплатные карты, дебетовые, социальные, то есть те, которые, как правило, люди не оформляют сами или оформляют по принуждению, потому что им нужно получать зарплату, потому что им нужно получать какие-то денежные платежи. Редактор субтитров А.Семкин